Судьба этой милой и красивой собаки очень взволновала девушку, и она, долго не раздумывая, предложила активистам движения по защите бездомных животных свою помощь. И почти год Лада жила в доме Раисы. Щенка нашли волонтеры в очень плохом состоянии. Животное практически не могло передвигаться. У нее были переломы тазовых костей, а задние лапки раздроблены. Сейчас о былой тяжелой травме почти ничего не напоминает. Лада живая и очень игривая собака, ласковая и доверчивая, хотя недавно пережила еще одну трагедию – предательство людей, которые ей пообещали дом, но выгнали на улицу. Ее забрали, но начали происходить такие ситуации, собаку находили много раз на улице. Звонили хозяевам, получается, она говорила, что она убегала. Пару недель назад собаку нашли в грушевых садах, спустя вот ее там дня два-три видели, как она бегает на помойке, питается мусором. До хозяйки то не дозвонились, а как поняли, она им не нужна. Раиса встретилась со своей бывшей подопечной. Лада выросла и стала еще красивее. После стольких бед она очень доверчивое и ласковое существо. Девушка говорит, что Лада словно лучик солнца, любит детей, дружит с другими домашними животными, правда, иногда ревнует. Предпочитает, чтобы внимание и любовь максимально доставались ей. Женщины – они такие. А во всем остальном просто душечка радуется девушка. Беспроблемная собака, от нее никаких хлопот, забот нету. Ее вот лишь бы с ней погуляли, поиграли, начесали. Чесаться очень любит. А вот взрослый Томас, которого тоже приютила Раиса, очень осторожно относится к ласкам. Не терпит насилия и временами ворчит. Любит поспать и старается не докучать хозяевам. Томасу уже почти 10 лет. Видимо, из-за почтенного по собачьим меркам возраста от него прежние хозяева отказались. Отвезли в городской парк и оставили там животное. Ему построили самодельную будку. Его бабушка, как мне рассказали, ежедневно подходила, подкармливала. Но во время шторма его будку все снесло. То есть он сидел под дождем, мерз. Мне стало очень жалко. Я предложила хотя бы на время непогоды его к себе забрать. Мне его забрали, привезли. У собаки не было ни хлопот, ни забот. Конечно, он перемерз сильно. То есть его согрели. Присмотритесь к Ладе и Томасу. Лада будет рада дому, где есть дети и другие животные. И обязательно добрый и верный друг. А Томасу подойдет общество старших. Он не станет докучать общением и требовать подвижных игр. Ему нужна спокойная атмосфера и уравновешенные хозяева.